Департамент здравоохранения Александр Золкин пришел пожаловаться на неудобства, с которыми сталкивается сам и его товарищи по несчастью. Их всех перевели в другую поликлинику, которая находится далеко от дома. Ездить дорого, да и физически тяжело. Так что приходится сначала идти до автобуса, где-то минут 30 пешком. Это дает добраться до автобуса в сторону Рыцкулова, там Софья Ковалевская. Единственный маршрут ходит. А после этого садишься в автобус, едешь в четыре остановки и потом приезжаешь в эту поликлинику. Актовый зал заполнился лишь на треть. Но и это хорошо, уверены представители общественных объединений людей с ограниченными возможностями. Такие встречи нужно сделать постоянными, говорят они. С трибуны говорили о таких нуждах, которые в 21 веке кажутся просто чудовищными. Эти глюкометры как-то давали бесплатно, потому что расходный материал очень дорогой. 50 пластинок стоит 3 800, их надо на... ну их не хватает, это мало. И волки тоже стоят... Вы сколько раз в ней не определяете? Я вообще стараюсь экономить, у меня нет глюкометра, я не в состоянии его купить. Я сказал, что я имею, значит, право не ждать очереди, а не очереди. Ну меня послали подальше, я пошел, написал заявление, заявление, значит, главному врачу. Получится ли полноценный диалог у пациентов с казахстанскими эскулапами говорить рано. Но по неподтвержденным данным, некоторые представители обществ людей с ограниченными возможностями уже получили выговоры за то, что пригласили прессу на собрание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова